Здравствуйте! В эфире новости из Венгрии на телеканале М1 и я их ведущая Дарья Фоменко. Коротко о главных событиях дня. Открытие страны после карантина зависит от вакцины, которая спасет жизни и рабочие места вернет нас к нормальной жизни, заявил премьер-министр на первом заседании весенней сессии парламента. Виктор Орбан заявил, что до конца мая можно будет привить на 3,5 миллиона человек больше, чем в странах ЕС, похожих по размеру на Венгрию, но рассчитывающих только на западные вакцины. Венгрия крепкая страна и поэтому выстояла во время эпидемии, подчеркнул глава правительства. Он добавил, что в ближайшие месяцы самая главная задача — возобновить жизнь в стране. Нам предстоят три больших дела. Во-первых, мы должны провести массовую вакцинацию. Во-вторых, после консультации, учитывая мнение людей, постепенно, с должной осторожностью, отменить ограничения. В-третьих, мы перезапустим экономику. Для этого у нас есть план, каждый пункт которого мы реализуем. И надеюсь, что Венгрия станет более крепкой после эпидемии, чем она была до неё. Правящая коалиция выступила с предложением продлить режим чрезвычайной ситуации. Однако левые партии не поддержали срочное обсуждение этого вопроса в парламенте, заявил госсекретарь аппарата премьер-министра. Чабе Дометр подчеркнул, правящие партии сделают всё, чтобы продлить режим чрезвычайной ситуации как можно скорее. Во вторник в Венгрию прибудет полмиллиона доз китайской вакцины. В понедельник рано утром вылетел самолёт, который доставит первую партию из Пекина. Препарат будет исследован Национальным центром здравоохранения и только после этого будет доставлен врачам. На этой неделе ожидается ещё одна партия российской вакцины, достаточной для прививки 50 тысяч человек, и такая же партия вакцины Pfizer. По мнению специалистов, китайская вакцина в значительной мере ускорит реализацию плана вакцинации. С китайским препаратом семейные врачи могут обращаться так же, как с вакциной от гриппа. К тому же, по нашим сведениям, и надеемся, что они верны, доставленная во вторник вакцина приедет в заранее наполненных одной дозой шприцах, и это значительно упростит сам процесс вакцинации. На этом у меня всё. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова